С вами вечерний Политпросвет. Помните, такие слова были сказаны одним великим человеком? Ну, и слова не менее велики. Мы, как великомучники, попадём в рай, а они просто сдохнут. Догадались, кто это сказал. Как мы прикалывались над данным выражением? Это просто мемасное выражение. Ну, смешно же. Кто же всерьёз-то на публике такое сказанёт? Либеральная часть общественности кощунственно заявляла, что дед опять забыл принять таблетки. Мы такого рода выражения строго осуждаем. Нехорошо так говорить. Как минимум невежливо. А мы люди всё-таки старающиеся держаться рамок приличий до последнего. Но потом вдруг, вне зависимости от того, вежливо по этому поводу мы высказывались или просто по-доброму смеялись. Ну, ведь вы знаете, наш гарант любит говорить, друзья мои, мы как кореша немножко над таким неловким выражением любили чисто по-дружески поглумиться. Потом вдруг стало резко не до шуток. Блин. Сами знаете почему. Ну, просто потому, что у нас не только некая операция на наших западных границах проистекает, у нас весь мир буквально колотит. То китайцы к Тайваню флот подведут, то американцы назначат учения в Южной Корее, Северная Корея, соответственно, начнёт палить ракетами. Тоже в виде учений, конечно. Но что-то мне всё это очень и очень напоминает уже даже не Первую мировую войну, её канун, а канун конкретно Второй мировой войны. Это, конечно, не аналогия. Потому, что любая аналогия в истории требует конкретных доказательств. Иначе она ложная. Но иллюстрация, иллюстрация самая поганая. Да и предчувствие, знаете ли. Помните, Юра Музыкант спел? Предчувствие гражданской войны. У меня не гражданской войны, предчувствие, а мировой. Каковая хрен знает, чем кончится, учитывая то, что теперь любой человек, который мнит себя хоть сколько-нибудь значимым политикам, говорит, а давайте жахнем уже в конце концов ядрён батоном. Это же не так уж и страшно. Ну или нет? Вот если они первые, вот тогда мы, знаете, за ценой не постоим. И везде, абсолютно везде с нами Бог. Потому, что мы, как великому ученики, какие-нибудь американцы, там уже Байден прямым текстом говорит, что за свободную демократию надо платить, и американская нация готова заплатить. Что? Понятно, чем человек ещё может в наши дни расплатиться. Только жизнью. Всё это какие-то очень у меня плохие ощущения вызывает. Какие я уже описал. Байдену и всем остальным, блин, даже если вас напрямую демократически избрали, вы не знаете, что готова сделать американская, русская, китайская, белорусская, еврейская или какая-нибудь ещё нация, из населяющих нашу планету. Все же слышали фразу «Лень двигатель прогресса». Ведь правда, благодаря тому, что люди хотят себе облегчить и улучшить жизнь, рождаются невероятные вещи. Например, изобрели искусственный интеллект и нейросети, которые нужны сейчас везде и могут много чего. Они прогнозируют погоду, собирают разные статистики, даже болезни диагностируют, а разрабатывают такие нейросети – дата-сайентисты, спрос на которых растёт из года в год. Чтобы стать дата-сайентистом, начать чувствовать себя свободно финансово и позволять себе работать из любой точки мира, запишитесь на курс «Дата-сайентист про Откилфэктори». Но не думайте, что вы прослушаете один вебинар и завтра заработаете первый миллион. Так не работает. Придётся уделить время на обучение и отработать знания на практике. На курсе вы будете решать кейсы реальных компаний, погружаться в рабочие процессы прямо во время учёбы, получите реальный опыт и готовое портфолио. Менять профессию всегда непросто. Но индивидуальные консультации с ментором помогут сделать процесс более эффективным и комфортным. Вы получите поддержку опытного эксперта, вместе сможете разработать сложную тему или домашнее задание и начнёте карьеру в IT с уверенностью благодаря дополнительным материалам, ссылкам и советам. А центр карьеры поможет трудоустроиться по новой профессии. Переходите по QR на экране или ссылке в описании и начинайте свою карьеру в «Дата-сайнс». От меня вам скидка в 45%. Нет на нашу планету у вас инструментов, которые могли бы проверить мнение по какому-либо вопросу каждого человека. И даже не каждого, хорошо, большинства, вы это делать не умеете, не пытаетесь даже, потому что кажется, что демократия и так работает за счёт общения между глубинным народом и не менее глубинным государством. Что это такое, не знает никто, но они есть и, несомненно, общаются. И поэтому глубинное государство может в любую секунду сказать, а мы считаем, что вся нация готова к чему-нибудь. Мы-то её слышим, вы-то нет. Приборами, правда, данного голоса не засечь, но для этого и есть мы. Мы лучше приборов. Друзья мои, я сейчас обращаюсь даже не вот к ним, они-то нас вряд ли услышат, а если услышат, уж точно не примут к рассмотрению. Я к нам обращаюсь. Вся эта властная апологетика смерти, она запредельно поганая. Я не скажу, что это качественный признак, который может что-либо определить. Но это однозначно симптом. Симптом очень нехорошей болезни, которая всё более и более отчётливо начинает прослеживаться, да, почти во всех странах, или почти во всех развитых странах мир системы нашей капиталистической. Помните, были такие парни, всякие древние германцы, вот у них всё было в порядке на тему умереть в бою, и так даже казалось лучше, потому что если ты военно обязанный, и тебя при кастрюле с оружием в руках, ты сразу попадёшь к Одину. В чём, собственно, и состоит вообще вся цель твоей жизни. Ведь задача же быть военным не только здесь, а лучше всего ещё и там, в Асгороде, как минимум, потому что там весело. Что там в Асгороде есть? Там есть ежевечерние смертоубийства, после чего все опять оживают, садятся за столы в Вальхалле, залипавших, где никогда не кончается бухло и мясо, и ходят вокруг симпатичные девки. Но это максимум того, что мог представить себе древний германец. Я не оговорился, не средневековый германец, а именно древний германец, именно, наверное, где-то во времена первого века нашей эры, при Тацете, судя по всему, вот такого рода идеология в полном смысле зарождается и потом развиваясь, доживает до состояния старшей младшей Эдды. Каковая под пером Снорис Турлсона и совершила свою блестящую финальную реконструкцию с полным разбором мифологем древних германцев и северных средневековых германцев. И вот это мило очень, потому что это происходило в течение тысячи лет с первого века нашей до одиннадцатого века нашей эры. Тогда-то жизнь была чудовищной, беспросветной и, наверное, подобного рода идеологические устремления здорово облегчали людям жизнь. Чисто психологически, потому что шанс сыграть в ящик каким-нибудь героическим способом был настолько велик, что, может быть, этого вообще не нужно было бояться. Может быть, наоборот, к этому нужно было стремиться. Чем более героическим способом ты сыграешь в ящик, тем сильнее тебя переживёт. Я знаю бессмертно одно – героев вечная слава. Плюс сознание было крепко-накрепко привязано к религиозным магическим понятиям. То есть, у человека вполне возможно искренне было понимание того, что он жить-то будет, если не вечно, то очень долго с Одином. И всё это так или иначе должно повторяться раз от раза, год от года, век от века ничего не меняется. Но теперь-то, друзья мои, даже не в 20-м уже, а в 21-м веке уж мы к четверти века почти подошли. Когда корабли космические бороздят просторы Большого театра, когда в области балета мы впереди планеты всей, когда расшифрован ДНК человека, когда промышленность и сельское хозяйство могут прямо завтра удовлетворить все базовые потребности человека – от лекарств до еды и одежды, от транспорта до жилья. Вот в наше-то время эта апологетика смерти откуда берётся и на хрена она нужна? Откуда она берётся? Ровно оттуда же, откуда в первом веке? Нашей, одиннадцатом нашей или одиннадцатом до нашей? От крайне хренового, очень страшного и, что главное, непредсказуемого общественного бытия, которое формирует общественное сознание. Однако это базисные причины, которые обрабатывают вручную люди. А люди, эти самые наши власть придержащие, настоящий аватар правящего класса, хозяев газет, заводов, пароходов, вот они нам начинают транслировать, что ничего, ничего, вы же великомученики. В смысле, мы же великомученики. Они плохие, они просто сдохнут. И тут же для Вагнера, для этого оркестра сочиняют какой-то совершенно немыслимый гимн, где у вас вместе Вальхала, где у вас вместе Люцифер, где все обязательно умрут, перегруппируются в аду и снова поступят на службу. Вот это-то зачем вы повторяете за власть придержащими ни в коем случае нельзя. Они вам это транслируют, потому что они формируют вручную это страшное бытие. Причём не для себя в основном, а для вас. То есть, для нас. И наша задача – не дать укоренить себе в башку эту апологетику смерти, этот настоящий уродливо-карикатурный средневековый кошмар. Ведь если мы скажем, ой, ладно, какая разница, что там они несут, деваться всё равно некуда, это значит, что мы просто сдались. А сдались мы чему? А вот тому, что находится в прямой связи с базисом, с экономикой, с общественным бытием – это культурная гегемония, которую подробно описал и вскрыл Антонио Гранши. Нельзя поддаваться на чужую культурную гегемонию. Тем более, когда вот совсем недавно вам культурная гегемония говорила о чём? О том, что добиваясь успеха, будь счастливым, будь красивым и здоровым, и очень богатым. Это очень тупо. И ведёт к чему-то очень нехорошему. Но, по крайней мере, это звучит не ужасно. А когда вам говорят, парни, вы просто сдохните. Вам же лучше будет просто падите и сдохните. Если что, мы, может быть, сначала вам будем неплохо платить, а потом один-два раза вашим семьям поможем. Вот вы так, по крайней мере, перестанете мозорить глаза. Даже если это реально так, не нужно соглашаться с правильностью этого внутренне, потому что нет ничего тупее и хуже войны в современном нашем мире. Это самое страшное преступление, которое вообще можно организовать. Каковое преступление? Организовывает правящий класс. То есть, финансово-промышленная олигархия по всему миру. По всему, блин, нашему миру невиноватых-то вообще нету. Может быть, кроме каких-нибудь замечательных стран типа Северной Кореи и Кубы, я не уверен, но там с финансовой олигархией как-то не очень, насколько я знаю. Поэтому они вряд ли могут участвовать в общем империалистическом движении. Но вот все остальные ни в коем случае не пускайте этот мусор себе в башку. Апологетика смерти – это то, что сопровождало такие прекрасные общественные явления, как империализм и фашизм на протяжении всей их кровавой истории. Давайте мы герои. Давайте обожрёмся первитина и пойдём ловить кортечь хлебалом. Как это здорово! Мы все погибнем за райх. Какой-то не мы погибнем за райх, а мы погибнем за райх для того, чтобы какой-нибудь Герман Геринг, Фридж фон Тиссон и их друг Крупп, а также соседи-дети-любовницы-собачки пожинали плоды только уже не наших трудов, а труды наших ратных трудов. Этому нужно сопротивляться в первую очередь для начала. В башке. То есть, если тебе в башку заколачивают, что это правильно, начни с того, что нет, это ни хрена неправильно. Потому что от какой-то справедливой народной отечественной войны это очень сильно отличается хотя бы характером начальства, характером правящего класса, который устраивает данные мероприятия. Зачем он их устраивает? Как обычно капиталист, только с одной целью. Может быть, при игре в долгую, может быть, не для немедленного, но однозначно для обогащения за счёт, в том числе, сокращение расходов. Население, например, уже лишнее есть, которое нужно сократить вместе с расходами. Это мы с вами, если что. Вот нельзя соглашаться с этим. Нужно точно отдавать себе отчёт, что всё это движение вместе с этой вульгарной апологетикой смерти – это симптомы болезни, каковую лечить надо. Да, конечно, устроением симптомов болезни не вылечишь, но издаваться-то им нельзя. Вы же понимаете, что если у вас температура к 40 уже, её пора как-то, может быть, сбивать. Может быть, у вас уже симптомы грохнуть могут, а не сама болезнь, не сами причины, которые её вызывают. Вот это тоже симптом. Не вздумайте вестись на это. Не вздумайте повторять это и транслировать. Ох, какие мы великомучники. Блин, пушечное мясо мы, а никакие не великомучники. И живём мы один раз здесь. Поэтому отдавайте, как минимум, отчёт в реальности. Вас разводят, как чай в стакане. Нет никаких великомучников за идею, потому что идея гадкая запредельна. И быть за ней великомучником, ну, знаете, наверное, как минимум глупо. А иногда, может быть, даже прямо преступно. Потому, что патриот и лоялист – это не одно и то же. Такие мои, как обычно, грустные мысли. Потому, что общественное бытие с каждым разом какое-то всё более грустное. Но не реагировать я не имею права. Потому, что если мы не занимаемся политикой, политика обязательно займётся нами. Об этом нужно помнить. На сегодня всё. С вами был Вечерний Политпросвет.